Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о сборнике повестей и рассказов Дмитрия Липскерова «Пальцы для Кэролайн». Сюда входит также повесть «Груша из Папье-Маше», «Ожидание Соломей» и «Пять рассказов». Этот сборник был написан где-то с 1989 по 1993 год, когда еще автор не брался за большую прозу, не брался за романы. Когда в 1996 году вышел роман «40 лет Чанчжоя», он стал уже писать только романы в основном, хотя потом выпускал новые сборки рассказов довольно редко. Так вот, с кем только Липскерова не сравнивали. И с Маркесом, и с Павичем, и с Пелерином. Начал он, как и Пелерин в конце 80-х, писать. И, конечно, тогда его проза была чем-то удивительно новым, снобистки-вычерным, изощренно эстетским. В том смысле, что она абсолютно не вязалась с документализмом и публицистичностью книг, выходивших в то время. Как «Плаха», «Дети Арбата», «Белые одежды» и прочие запрещенные и возвращенные книги, вроде доктора Живага и Котлована. Все это воспринималось как переоценка ценностей социализма, ревизии его истории. Липскеру уже это совершенно не волновало. Его волновали абсолютно другие вещи, и ему казалось самому, что он пишет для вечности, хотя он всего лишь графоман. Да, как и Проханов, он абсолютно графоман. Его книги аполитичные и моральные. В них нет ничего, что могло бы отразить тот или иной исторический момент. Они абсолютно безадресны, находятся вне контекста социального, политического, экономического, находятся, будто зависают в воздухе. Однако за время писания, а Липскеров пишет уже 30 лет, у него сформировался свой круг поклонников и почитателей. В чем же загадка его прозы? Это трудно сказать, потому что в той же «Груши из Папьемаше» мы видим и бандитские разборки, и любовную интригу, и многое другое. Один из пользователей сети даже отметил, что Липскеров сам не знает, как заведет его сюжет. Головокружительные повороты, эти американские корки, куда они его приведут, и поэтому он пишет. Порой кажется, что это на боков только хуже написанной. Конечно, два произведения, повлиявшие на Липскеров, прежде всего, это «Солидо-одиночество» и «Лолита». Эти два романа, которые влияют на него. Именно попытка сквестить магический реализм и эстетствующий эротизм, это великое утепновение его прозы. Здесь есть любовь и смерть, безумие, многие другие вещи. Здесь порой встречается шаблонное описание всех любовных переживаний, но нет мата, нет жестких приемов в литературных, к счастью. Это не Пелевин с Сорокином. Там, где Сорокин ведет подробные работы в архивах классической литературы, Липскеров просто пишет. Он стремится запомниться, стремится нравиться, хочет, чтобы в нем были поклонники. Если не ошибаюсь, он ресторатор уже долгие годы, его книги выходят из печати, их можно все абсолютно найти в сети в бесплатном доступе, его не волнуют авторские права. Но все же, мне кажется, что значение Липскерова переоценено. Его называют третьим важным постмодернистом после Сорокина и Пелевина. Но все же его книги именно зависают в воздухе. В них нет, как бы это сказать, в них нет рефлексии о настоящем историческом моменте в России и других формах экономического и политического строя нашей страны. Его не волнует то, что происходит. Например, его повесть ожидания Соломеи, именно через О, что удивительно, Соломей, а не Соломеи. Это другая Соломея. Так вот, там тоже есть какие-то экстрасенсорика какая-то, какие-то вещи совершенно неправдоподобные, фантастические, финал какой-то совершенно безумный, вычурно-абсурдный. Все это нужно Липскеру для того, чтобы поразить читателя. Он хочет, чтобы его книги восхищали или их ненавидели в меньшей степени, чем именно поразить, захватить, чтобы это было головокружительным чем-то. Та же повесть Парси для Кэролайн или рассказ «Окно для наблюдателя» написана гораздо лучше, чем все остальное, и они действительно захватывают. Хочется считать их все снова и снова, хотя бы останавливаясь, понимая, что «А что, собственно, ты прочитал?» В этом же не имеет никакого смысла. Абсолютное нагромождение логичных, абсурдных ситуаций, в которых выписаны какие-то моменты дотошно, какие-то просто очень быстро, голопом проскальзывают. Липскер – очень странный писатель. Я читал его книгу очень долго. Начинал ее, когда книга электронно разрядилась. Пока она заряжалась, я прочитал его первую повесть, потом бросил, потом решил все-таки дочитать до конца всю книгу. Все, что я ее покупал, уцененную, за сто с лишним рублей, с небольшим, в одном книжном магазине. Мне хотелось бы прочитать, чтобы она не лежала на полке. Я считаю, что если бы у меня этой книги не было, для Липскера я не относился вообще никак. Я пытался читать его роман «Сорок лет Чан Джо», я пытался читать его роман «После Сына Разума» и оба раза их бросал. Что-то не то в этой прозе. Что-то в ней графоманское действительно. Именно эстетствующее, снобистское. Посмотрите на Липскеру, когда он дает интервью. Столько самолюбования, столько снобизма, столько ощущений собственной значимости. Когда я смотрел небольшую интервью данной имени Дмитрия Диброва в программе «Антропология», рубеж 90-х нулевых, где ты нашел этот старый выпуск, так вот там он пригласил Липскерова, и кто-то из зрителей позвонил и заметил, что в прозе Липскерова нет нерва, боли, экстенциального ужаса. Нет чего-то конкретного, такого, что есть, например, у Виндикта Ерофеева. Липскер так обиделся, хотя вроде бы внешне не полный битву, но столько было презрения в его взгляде к этому зрителю, который позвонил, что много стало в нем понятно. Конечно, я считаю, что он преисполнен собственной значимостью в отношении своей прозы, считают ее очень хорошей, кажется, что он такой эстет. Но, конечно, это ни Набоков, ни Маркеса, ни Павич. Хотя поздний его рассказ «Миниатюра Чашка», вошедший в этот сборник, она напоминает Павича очень сильно, его рассказы. Но все же я считаю, что так я вам быстро все это проговорил, много было мыслей, старался все это высказать, но все-таки считаю, что мой выпуск получился несколько сумбурным, как и сумбурно самого проза Липскерова. В ней нет ничего существенного. Это какая-то пена на воде, которая невозможно есть, как блюда. Например, в того же Маркеса или Набокова, там эта сервировка блюд, готовка всех этих литературных деликатесов очень точно проработана. Здесь же ничего этого нет, и какая-то непонятно, что это даже есть невозможно. Какая-то графомания, снобистская, вычурная бильберда, за которой нет никакого смысла. Но все же читаю, что не зря я прочитал, что, по крайней мере, знаю, что это такое. В следующий раз читать вряд ли буду. Чего желаю вам. До свидания.